Тыквы есть, огурцы есть и все, и так далее. Боровецкий лес, в котором вот уже 7 лет живет, теперь уже скандально известный лекарь человеческих душ, находится на окраине Челнов. Застать здесь главных героев сегодня не получилось. Владимир Сухов и его подопечная Лилия Минибаева еще не вернулись со съемок из Москвы. Зато на месте оказались другие почитатели его таланта. Все как один пришли за якобы бесплатной поддержкой. Некоторые здесь и остались. Я сюда попал, то что меня домой не пускает, я был выпивший. Пришел сюда, в этот лес, мне накормил сначала, потом отправил прогуляться. Я сделал круг здоровья. И все-таки большинство друзей и пациенток гражданина Сухова – одинокие женщины. Их родственники утверждают, после тесного общения с целителем они кардинально изменились. Отвернулись от семьи, коротко постриглись и вынеслись дома от ценности. У женщин более, как мы помним, подвижная психика, поэтому и нагрузка на них достаточно серьезная в нашем мире. Поэтому и желание уйти, желание этого эскапизма, оно, скажем, я не скажу, что чаще оно бывает у женщин, но в случае, если есть возможность, женщины им достаточно охотно пользуются. Это мой ребенок, понимаете? Я не в секте нахожусь. Лилия Минибаева на консультацию к Сухову пришла несколько лет назад. Говорит, был сложный период. Родители не понимали, сына воспитывала одна. Быть добрым! Итогом таких вот консультаций стало решение отправить мальчика в приют, чтобы не отдавать сына родителям, когда ушла в лес. Это было исключительно личное заявление матери о помещении ребенка в социальный приют пока на период реабилитации. Ребенок там проходит и лечение, и различные обследования. Родители уверены, что Лилия решение приняла под влиянием отшельника Владимира Сухова. Танделя Минибаева намерена лишить дочь родительских прав. Суд по этому громкому делу пройдет в Челнах уже завтра. Если мама решила принять такое решение, наверное, будет правильно, потому что жить ребенку в лесу, конечно, это невозможно. Ему необходимо получать образованики и какие-то меры поддержки. Если есть родственники, если со стороны родственников есть желание воспитывать этих детей, потому что в этом случае им тоже будет оказана государственная поддержка. При изучении этой истории стали известны подробности еще нескольких. Эксперты уже задаются вопросом, не секта ли это, законны ли его психологические консультации, откуда у лесного жителя коллекция раритетных автомобилей. Вопрос о том, вообще религиозное ли это сообщество, на сегодня остается открытым. Сейчас в этом деле разбираются правоохранительные органы, они дадут правовую оценку действиям Владимира Сухова. Судьба мальчика сейчас напрямую зависит от матери. Она должна сделать выбор, вернуться ли к сыну или остаться жить в лесу. Юлия Гоглева, Диана Малерова, Сергей Кищенко, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережная Челны. Все новости дня в выпуске программы новости Татарстана на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова